это мы на почтовой площади как видно лечного вокзала сегодня 20 число удивительный теплый вечер время начало седьмого сейчас не спустимся славная дорожка все-таки вид хороших здесь какая-то к римская архитектура но она есть римская чего там муж ротонда красивейшая или по городу закругленная галерея классная дорожка еще не все убрано но настали время уберу да ну вот разве не римская архитектура римская может я время все ведется случайно самый красивый свет цвет на арке возле арки дружбы народов елочка со звездой на этот раз она без шляпы я ездил все-таки смотреть на шляпу на днях но как-то не снимал не снимал точнее снимал но не смотрел это видео не было настроение как там высотка сыт я по горло до подбородка даже от песен стал уставать лечь бы на дно как подводная лодка и позовни и позовни их не передавать да хорошая песня что вспомнилось друг подносил мне водку в стакане друг говорил что это пройдет друг познакомил с Веркой по пьяни мол Верка поможет а водка спасет ну не помогли мне ни Верка ни водка с водки прохмелья а с Верки что взять лечь бы на дно как подводная лодка и позовни их не передавать да вот наверно всякому человеку периодически хочется куда-то опуститься в эту теплую и листую темноту вроде как в материнскую трубу и там отлежаться вообще в тишине есть какое-то неизъяснимое наслаждение конечно просто в тишине и покое в элементарном покое так съездим сейчас посмотрим на елочку поднимусь я пожалуй от пешеходного моста по серпантиру подумал об этих креативщиках ребят наверняка это молодые люди хотели так прославиться отличиться уж с креативить так с креативить бедные малокультурные детки все их образование это просмотр американских клипов я почему-то уверен нынче я вчера по моему даже разговаривал с двумя 12 и 13 летние подростками они сидели на скамеечке бульварной и тушили так сказать пальцами свои телефоны и один из них проявил какое-то интересное что я говорил моему спичу другой нет никакого он просто не понял о чем я говорил но один понял и у него я почувствовал как-то загорелись глаза у меня был такой неплохой спич вот он даже мне сказал спасибо когда я уходил вот я так интерпретировал спасибо как истинная благодарность но дело не в моем спичи а в том что они мне ответили на вопрос я говорю какую книгу вы последний раз читали один из них который не понял ничего в том что я говорил то есть эмоционально оказался глуп скажем так он говорит майнкрафт майнкрафт или как это называется я не знаю что это такое там игра какая то есть вот я только со слуха где-то я слышал что она есть я говорю так это же игра он говорит нет есть еще такая книга наверно соврал а второй который слушал внимательно с интересом он так немножко растерялся и сказал что никакое не помню чтобы он прочитал какую-то книгу класс да растет поколение это далеко не брошенные детки у деток нормальные родители вот такие вот креативщики которые эту елочку в шляпу нарядили они очень заняты они все время креативят и детки тоже соответственно очень культурные растут вот это уже растет второе поколение креативщиков чудесно вообще не понимать того что звезда на елке имеет отношение к вам к Рождеству Христову они думали что елка это имеет отношение к Хэллоуину да у них теперь Хэллоуин главный праздник а так при Хэллоуине елку что-то пусть я ведьмочку так нарядим нормально ой дети-дети хорошо завтра уже будет похолодание легкое а пока гулять не хочу поедем вон елочка наша заглянем поздороваемся с с колонной макдебургского права макдебургского права и развернемся но красиво все таки принарядили мостик опушили лампочками посещение святому Владимиру просветителя на колонне вырезана вырезана в камне скорее всего во мраморной доске жаль что здесь нет дорожки я поднялся я подумал в 12 лет наше поколение уже начинало зачитываться книгами читали уже все подряд обязательно надо было прочесть всего Дюма господи и Вольтер Скотт и Фени Марк Купер и Жюль Верн боже сколько прочитано в этот период с таким наслаждением настоящая классика вечная а теперь спроси зато у нас прогресс ничего не считают но прогресс вот как измерить глубину прогресса непонятно уж явно непочтение а в сущности если так без смешков растет поколение крайне невежественное в гуманитарной сфере оно даже не знаю что это такое гуманитарная сфера оно относится к гуманитарной сфере к сфере духовной как технической и техническую это тоже уже начинает плохо знать а гуманитарную вообще оно никак не понимает кроме как технической а вот сейчас мы тут напишем приказ закончик туда-сюда отсюда вся эта структура расползается как дурная ткань ничего не держится потому что отсутствует классическое духовное воспитание вот и все а на всех этих играх на стрелялках не воспитаешь какую-то личность способную решать серьезные проблемы а только такого поверхностного технократа сейчас мы вам тут начальника поменяем и все у вас будет хорошо шарики круглые О, тут какое-то шоу, скейтбордиста. Приятного аппетита! Приятного аппетита! Приятного аппетита! Приятного аппетита! Чуть пройдусь по мосту и развернусь в сторону дома. Приятного аппетита! 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 А, это два полюса! Это черный конфет! А тут светло-ангелский! Ангелский! Ну, тоже такая дронатургия! Чё, неплохая? Вот в этом, да, в этом есть какая-то находка... Создань два полюса! Может быть и сам А, нет, самого начала такого не было Потому что там была шрапа Там был тоже, черти что Может быть у них само так получилось Может быть на расчета По крайней мере мы имеем право интерпретировать так, как захотим Фактов нет Есть только интерпретация Вау, какая черная мрачная сцена И весь сцеп впечатляющий Парамон Репетиции Вау Не можем, как ослепляем Сейчас мы отъедем Вот у меня немножко развеселило общество Каспическая такая тарелка Парит Инопланетяне Так, этот полюс мы посмотрели Будем двигаться к тому, к другому Да что ж такое Народ как рыба косяками плывет Вот здесь в этом году шинков таких полевых нет И полевых кухонь А они изменяли, может, постротягивают Где ж народ будет пить Ладно, народ с собой возьмет Правильно А ты канум не открыл Каждый запасется Четвертуха Самогонки Это старый Обычай Закузочки Колбаска И пойдет гулять Как он тут лучше Что тут написано А, лазерное шоу Опять у них будет Киев Людмила Александра Павло А, это частное объявление Заплаты Они тут транслируют Мы вас любом Оттуда-сюда НАТО Чудесам Буты С новым Роком Моя Люба Семья Да, это Частное объявление Еще нового года нет А кому-то уже плохо Это как-то нехорошо Слишком рано Становало, как Крустница Так Вот Я Другой ТОН Боже, Боиэ, ЧАРИКИ Ободочки Боже, Боиэ, ЧАРИКИ Ободочки Еще Боже, Боиэ, ЧАРИКИ Другой ТОН Другого Повторка Я на здоровье моим родным люблю вас. Тоже придумали себя позже, позже работать с этими лазерными буквами. В этом году мне нравится больше, чем в том, как-то деминирующим центром были все эти ласки здесь, они как шпалеры стояли, между ними было тяжело даже протиснуться, как ущелье, алкогольно-продуктовое ущелье. Да, все-таки надо как-то было это все облагородить, и они сделаны лучше. По кругу разместили лавочки здесь. Да. Привеси. Вот эти фишки уже. Храпкаются. Там дверка сказочная. Что там? Ну, давай. Нет, дверка закрыта. Не пускается. З nervого. ДРОМ СТЕКЛЕКТ ну ладно полюбовались это бабушка счастливые бабушки а вот эти счастливые бабушки они счастливые я смотрю как синие проектора мечется возле михайловского монастыря ну тоже устраивать шабаш возле древних христианских святых это уже теперь как бы норма а где же еще собственно говоря так пекать не не красивые цвета красный такой сизый фон голубые прожектора есть на что посмотреть картина а а а а а а а а Ну, в самом так, для глаза, с точки зрения цвета, формы. Такое занимательное зрелище, надо сказать. А тут еще и Братни Кольги рядом с этой сценой. Андрею первозванному, боже, надо было туда в сцену, пусть бы поучаствовали. Черт возьми, нечего там скучать, надо и развлекаться. Ну что, поехали. Уже и здесь насыщенных стрельцев, диодные фонари. Много их в этом году по Киеву поделали. как-то ярче стали улицы и чище цвет